Из беседы святителя Иоанна Затоустова о воскрешении Лазаря. Многие из еретиков говорят, что сын не подобен отцу. Почему? Потому что Христос, говорят они, для воскрешения Лазаря имел нужду в молитве. А если бы не помолился, то и не воскресил бы Лазаря. Как же, говорят они, молившийся может быть подобным принимающему молитву? Здесь один молится, а другой принимает молитву от молящегося. Но они богохульствуют, не понимая, что молитва была делом снисхождения и по причине немощи присутствующих. Между тем иудеи, находя здесь повод противоречию, говорят, как христиане считают Богом того, который даже не знал места, где лежал умерший Лазарь. Ибо Спаситель сказал сестрам Лазаря, Марфе и Марии, где вы положили его? «Видишь ли, говорят они, его неведение? Видишь ли его немощь? Как же тот, который даже не знал места, может быть Богом?» А я спрошу их, не сомневаясь сами, но для посрамления их противоречия. Ты говоришь иудеи, что Христос не знал этого? Если сказал, где вы положили его? Так и Отец не знал в раю, где скрылся и Адам. Если он ходил, как бы ища его в раю и говоря, Адам, где ты? То есть, где ты скрылся? Почему прежде он не говорил о месте, откуда Адам дерзовенно беседовал с Богом? Адам, где ты? Что же, Адам? Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. Если ты, иудеи, называешь неведеем, то называй неведеем и это. Выслушай еще пример из Божественного Писания. Бог сказал Авраму, вопль содомский, гоморский, велик он, и грех их тяжел, он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, как вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю. Бытие, 18 глава. Ведающий сокровенное и знающий все прежде бытия его. Даниила, 13 глава. Испытующий сердца и утробы. Бог, Псалом 7. Знающий мысли человеческие. Псалом 93. Сказал, сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю. Если то означает неведение, то и это означает неведение. Но ни отец не имел неведения в Ветхом Завете, ни сын в Новом Завете. Теперь же время выступить против тех, которые говорят, что Христос по немощи своей молился и воскрешал Лазаря. Слушайте же, прошу вас, возлюбленные, со всем вниманием. Когда умер Лазарь, Иисус не был в тех местах, но был в Галилее. И сказал своим ученикам, Лазарь, друг наш, уснул. Они же думают, что он говорит о сне его. Сказали ему, Господи, если уснул, то выздоровеет. Тогда он ясно сказал им, Лазарь умер. Затем Спаситель идет в Иерусалим, к тому месту, где лежал Лазарь. Его встречает сестра Лазаря и говорит ему, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Если бы ты был здесь, немощна ты женщина. Эта женщина тогда не знала, что Христос, хотя не присутствовал телеса, но присутствовал силой божества. Она же ограничивала силу учителя телесным присутствием. Марфа говорит ему, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего не попросишь у Бога, даст тебе Бог. В следствии ее просьбы, Спаситель и совершает молитву. Бог не имел нужды в молитве, чтобы воскресить мертвого. Разве не воскрешал Он и других мертвецов? Когда Он встретил мертвого юношу, выносимого из ворот, то коснулся только дра его и воскресил мертвеца. Луки 17 глава. Разве имел Он тогда нужду в молитве, чтобы воскресить умершего? Но что я говорю об учителе? Ученики Его воскрешали мертвых одним словом. Узная еще более удивительную, даже тень апостолов воскрешала мертвых. Так что выносили, говорится в Писании, больных на улице, дабы, хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. И они это часто вставали. Деяние 5 глава. Что же, тень учеников воскрешала мертвых, а учитель имел нужду в молитве, чтобы воскресить мертвого? Нет, спаситель совершает молитву, но по причине немощи женщины, которая говорила ему, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой. Но теперь знаешь, что чего не попросишь у Бога, даст тебе Бог. Так по настроению людей употребляется и лекарство врача. Что же сказал Христос? Лазарь, иди вон. Когда совершилась молитва, то мертвый не воскрес. А когда Он сказал, Лазарь, иди вон, тогда мертвый воскрес. О, сила смерти! О, могущество силы, удерживающей душу! О, ад! Совершилась молитва, и ты не освобождаешь мертвого? Нет, говорит ад. Почему? Потому что мне не дано повеление. Я страж, содержащий здесь виновного. Если же получаю повеление, то и не отпускаю. Если же не получаю повеление, то и не отпускаю. Молитва же была не для меня, а для присутствующих неверных. Не получая повеления, я не отпускаю виновного. Ожидаю голоса, чтобы освободить его. Лазарь, иди вон. А для чего Христос назвал мертвого по имени? Для чего? Для того, чтобы, обратив речь вообще к мертвым, не вызвать всех из гробов. Он поэтому говорит, Лазарь, иди вон. Тебя одного я вызываю в присутствии этого народа, чтобы частным воскресеньем показать и силу будущего. Так как я воскресил одного, воскрешу вселенную. Я есть воскресенье и жизнь. Лазарь, иди вон, и вышел умерча, битый по рукам и ногам погребальными пеленами. О, дивные дела! Тот, кто разрешил душу от уст смерти, разрушил врата ада, сокрушил врата медные и двери железные, тот, освободив душу от уст смерти, неужели не мог освободить мертвого от погребальных пелен? Конечно, мог. Но он повелевает иудеям развязать пелены, которыми они обвили Лазаря при погребении, чтобы они признали эти пелены, и на основании того, что сами сделали, убедились, что это тот самый Лазарь, которого они приготовили в погребении, и что здесь Христос, прищадив мир по благовлению Отца, имея власть над жизнью и смертью. Аминь.